Ну что ж, ребятки, всем привет! В этом ролике у нас будет обзор аккаунта, довольно-таки интересного. Самая главная особенность, то что этот игрок за месяц поменял 4 бизнеса, и об этом я вам сегодня в ролике расскажу и покажу. От вас хочу видеть максимальную активность, поэтому ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом червачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Но я вам, ребятки, могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж, ребятки, вот я уже зашел на аккаунт Николая Дегамова, это тот игрок, который сегодня будет фигурировать в этом ролике. Мы будем смотреть его аккаунт, я покажу его имущество, скиллы и самое главное это бизнес. Но я вам напоминаю то, что передача аккаунта запрещена, за это вы получите бан, либо деактивацию аккаунта, поэтому с этим, пожалуйста, не шутите. На самом деле, ребята, я перезаписываю это видео, потому что неделю назад я снимал видео про аккаунт Коли, но за это время у него все как бы поменялось, поэтому то, что я снимал ранее, уже не актуально, поэтому я решил перезаписать данное видео. Потому что Коли такой непредсказуемый человек, который за месяц поменял 4 бизнеса, я вам об этом сегодня тоже все расскажу, покажу, поэтому видосик будет реально интересный. Ну что ж, ребятки, давайте начнем, как обычно, со скиллов. У Коли прокачан дальнобойщик 102 уровень, таксист 36, фрезеропчик максимальный, рыбак 28, донор спермы 46. То есть у него скиллы так прокачаны, прям жестко, но они как бы есть, это уже хорошо, я считаю. То есть в основном Коля сидел, получается, на рыбалке, работал дальнобойщиком, ну и так по мелочи остальные работы тоже немножко качал. Итак, ребята, теперь давайте перейдем к навыкам. У Коли, получается, вкачан чистюля, удачливый, силач, скрытный, неудержимый, опытный механик, аккуратный водитель, криминальный дипломат, рыболов 1, рыболов 2. Ну и самое дорогое улучшение, это правовед, который стоит 2000 спецэчков, то есть даже это у него есть в навыках. То есть он может снимать владельцев на автомобиле. Наверное, самый дорогой скин, который есть у Коли, и, в принципе, один из самых дорогих на проекте, это скин Яндекс.Еды, Лапенко. То есть таких скинов всего на проекте 3 штучки. Они были в конкурсе на новогоднем розыгрыше. И Коля, получается, в этом розыгрыше выиграл. Это было еще в 2020 году, и всего разыграли 3 таких скина, и один из этих скинов есть, получается, у Коли. Стоимость данного скина составляет примерно 200 миллионов, может быть, даже больше. Также у него есть тоже довольно-таки интересный редкий скин, а именно Деда Мороза. Такой скин стоит примерно там 50-60 миллионов. Скин тоже такой прикольный, эксклюзивный, необычный. Ну а так, каких-то там аксессуаров, возможно, какие-то номера, у него ничего такого нету. Вот эти номера, как бы, они не его, поэтому я как бы рассматривать не буду. То есть, по факту, у Коли есть только 2 топовые скина, по аксессуарам у него ничего, в принципе, нету. Итак, насчет статистики, получается, у него 61 уровень, номер телефона 2004, это год его рождения. Денег, получается, в общем, 10 миллионов. У него, получается, имеется вот такой вот автомобиль, это Mitsubishi Lancer 10, на фуллблат номерах, к семерочке. Короче, все, кроме стробоскопов, есть на этом автомобиле. Данный автомобиль стоит где-то 140 миллионов без номеров, но номера стоят где-то тоже 140 миллионов. Плюс-минус, я точно не знаю, можете поправить меня в комментариях. То есть, в общей сумме, этот автомобиль стоит где-то 280 миллионов рублей. То есть, да, здесь даже, как бы, гидравлика есть. Давайте прокатимся. Не, ну тачка сочно, на самом деле, выглядит, то есть, мне прямо очень нравится. Просто в ланцере есть еще другие обвесы, но то, я считаю, вообще перебор. А вот именно этот обвесик смотрится реально очень даже прикольно. Так, ну максималочка, да, у него не особо большая, но, сами понимаете, это не какая-то там М5, это не Ешка, это не какой-то гиперкар, либо суперкар. Ну, то есть, 288 на третьем ЧП, я считаю, очень даже неплохо. Итак, ребятки, следующий автомобиль, это BMW M5 F90, почти фулл зеленая. Как вы можете заметить, здесь есть стробоскопы, стоят номера Е7. Как бы, эта машина не фулл зеленая, потому что здесь, как бы, нету нитро и гидравлики. То есть, да, ребята, я сам немножко в шоке, потому что, как это М5 без нитро? То есть, здесь есть аудиосистема, стробоскопы, там, третий чип, но нету нитро. То есть, скорее всего, ее недавно собирали и просто не могли найти нитро по адекватной цене. Ну, в принципе, просто М5, я думаю, рассказывать о ней нечего, потому что, ну, вы видели, у меня, как бы, тоже М5 была фулл зеленая. Ну, и, получается, последний автомобиль, это буханка на неоне радуга с номерами Ольги Четверки. Но только это белорусские номера, потому что Коля из Белоруссии, поэтому он себе, получается, выбил вот такие вот блат номера на буханочку. Ну, как бы, никто не будет стоять на буханку неон, я думаю, вы сами понимаете. То есть, это нужно прям захотеть, чтобы это сделать, как бы, никто в здравом уме такое делать не будет. То есть, такая вот буханочка, прикольненькая, симпатичная, прикольные номера. То есть, ну, я не знаю даже, сколько ей цена. А, кстати, насчет М5. М5 цена где-то, ну, номера где-то тоже 140 стоят. Плюс, получается, М5 где-то 300 миллионов. То есть, где-то 440 миллионов стоит М5 вместе с номерами. Ну, а буханка, ну, я не буду никак ее оценивать, как бы, я не знаю, сколько ей цена. Я, кстати, ребятки, забыл посмотреть багажник. Здесь есть номера одегамов, потом есть вот такой вот скин, а не мэшный какой-то, наверное, я не знаю. И, получается, есть скин еще Лукашенко. И давайте еще посмотрим багажник в М5. Возможно, здесь кто-то есть. Нет, здесь ничего нету. Поэтому мы, в принципе, можем с чистой совестью ехать к коленному бизнесу. И сейчас я вам покажу, какой бизнес у него сейчас есть. Потому что этот дурачок поменял за месяц 4 бизнеса. Об этом я вам тоже сейчас, в принципе, расскажу. То есть, получается, сначала Коля купил себе АЗС в городе Арзамас возле базы Дальна. Потом он подал АЗС, купил себе таксопарк Батырево. После таксопарка Батырево он поменялся и приобрел себе 24 на 7 в городе Южном у въезда. Ну и четвертый бизнес, который есть у него сейчас, это аптека в городе Южный возле Спермабанка. Ну что ж, ребятки, вот я, получается, приехал к коленному бизнесу, который он себе недавно приобрел. Вы уже этот бизнес, в принципе, видели у Вани. Ваня Дегамов, про которого я тоже записывал видео. У него был этот бизнес, поэтому особо зацикливаться я, как бы, на него не буду. Допустим, прибыль за сегодня 940 тысяч рублей. Ну и самое интересное, это, конечно же, статистика за 30 дней. От 2 миллионов, короче, финка здесь, вот, бывает 3,2 миллиона. То есть, в основном, здесь финка от 2 миллионов рублей. Ну что ж, ребята, я думаю, то, что можно подвести некий итог. Если так посчитать, у Коли Муч, то получается где-то на 3 миллиарда. То есть, там машины где-то на 700-800 миллионов. Ну, вместе с номерами, конечно же. Ну и получается бизнес. Давайте возьмем среднее значение, это 2 миллиарда. Плюс там скины, дом, ну, короче, плюс-минус получается у Коли имущество на 3 миллиарда. Я считаю то, что это очень даже неплохо, то есть, аккаунт реально прокачан. Это не какой-то там аккаунт донатера, либо какой-то перекупа. То есть, Коля, как бы, он работал, на вентах там потел и так далее. То есть, Колян реально молодец. Я за 2 года только 4 бизнеса поменял, понимаете, за 2 года. А он это сделал за месяц. Это с учетом того, то, что в 02 очень сложно купить бизнес. Напишите, как бы, в комментариях, что вы думаете про аккаунт Коли. То есть, ну, нормальное имущество или не очень. И, как бы, какой бы вы бизнес составили из тех, что у Коли был. АЗСК, таксопарк, 247, либо аптека. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok